Сложная игра при сложных погодных условиях. Во вторник текстильщик играл на домашнем поле с командой Знамя Труда. У гостей 14 место в турнирной таблице. Сюрпризов ивановские футболисты не ждали. А зря. Несмотря на то, что весь первый тайм текстильщик преимущественно играл в нападении, гости все же сумели забить гол. Первый тайм закончился со счетом 0-1 в пользу команды Знамя Труда. В оправдании текстильщиков стоит сказать, что нереализованных опасных моментов было действительно очень много. Первый мяч, как казалось, непробиваемый вратарь Знамени Труда пропустил в начале второго тайма. С подачи Евгения Лосева снаряд в ворота отправил центральный защитник Михаил Ершов. Текстильщик заметно приободрился, еще активнее стал играть в атаке. Второй гол переломил ход игры в нашу пользу. Третий и последний в этой игре гол текстильщика забил Анзур Саная. После удачной передачи Александра Бурунова. Итог встречи 3-1 в пользу хозяев поля. На итоговой пресс-конференции тренер Знамени Труда дал оценку игре своих подопечных. В принципе, первый тайм 1-0 сыграли, пару неплохих там выбеганий было. В принципе, на первый тайм план удался. Во втором тайме, во втором тайме, считаю, все-таки у нас молодая линия обороны, один опытный только человек. А так, 92-й, 91-й год под натиском хозяев не выдержали, испугались, проиграли борьбу. Дмитрий Парфенов рассказал о победном втором тайме. Ценные указания в раздевалке во время перерыва не прошли даром. Хорошо поговорили в перерыве, объяснили именно, донесли. И не сбились на навал, а наоборот сбились на быструю игру. Стали быстро проходить центр поля, стали быстрее отрезать соперников, искать свободные зоны. Отсюда и такое обилие голов. Что здесь можно сказать, вратарят, просто похвалить соперника. То, что в сборную тура можно сегодня попасть ему. По результатам 12 игр текстильщик на первом месте турнирной таблицы. Следующая игра на выезде. 24 сентября Ивановский клуб встретится с командой «Русь» и Санкт-Петербурга.